здравствуйте приветствуем вас на канале европлант life и сегодня мы в гостях у лады кулыгиной точнее на ее объекте которые она сделала здравствуй лада я так понял история здесь очень интересная поскольку сад тебе этот и участок достался уже когда на нем поработал другой дизайнер и не слишком успешно ее хозяева решили редкий случай когда сменить коней на переправе поменять ландшафтного дизайнера ну примерно тогда был сделан план здесь готов он был 3d модели с визуализациями и заказчики начали делать по этому плану строить проект но им что-то не понравилось и они пригласили меня для того чтобы не знаю для консультации для консультации все закончилось том что да все закончилось да да что мы внесли небольшие изменения в проект не стали разрушать то что уже построено потому что были вложены деньги и как бы это не очень хотелось никому вот поэтому использовали то что было построено здесь было сделано мощение уже до нас как бы парковки была отлита терраса а вот на террасу мы исправили мы и расширили потому что она была слишком узкая ну мы сейчас пройдем и все посмотрим я так понимаю что в первую очередь этот сад нашим зрителям интересен тем что сюда не вложено огромных миллионов как это часто когда люди нанимают дизайнера обычно это большие бюджеты всегда уже здесь я так понял у тебя все сделано строго по очень такой низкой смете растения все очень небольшие небольшие да в прошлом году высаживались растения по 9 и c1 где-то примерно размер был ну за исключением нескольких деревьев которые решили взять побольше чтобы они были акцентны то есть сосны взяли покрупнее чтобы сад не казался таким пустым сразу а многолетнички вот многолетние были все маленькие маленькие то есть вот эти вот щучки например там были они по-моему то ли c1 то ли что-то такое это с прошлого года это посадка прошлого года да 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 посадки прошлого года здесь все газоны и посадки это прошлый год ну прекрасно сейчас мы как раз увидим что из маленьких горшочков во-первых вырастают практически за год во вторых что в принципе можно сделать когда у тебя что-то пошло не так пригласив лошадного дизайнера который поможет до понять что же не так и сделать чтобы все радовало и садом можно было наслаждаться пойдем ну пойдем я предлагаю тогда противную по мощению который ты не делала и посмотреть сразу что он нам открывается с террасы потому что терраса я так считаю что вообще в принципе главное место на даче это я так понимаю дача это дать и да здесь люди отдыхают активно довольно таки ну смысле активно отдыхают стараются ничего не делать только отдыхать ладно вот конечно да невозможно пройти мимо герани розанна вот мне кажется в любом саду если есть герани розанна вот она конечно по притягивают сразу же внимание ну да но здесь лишь она еще подчеркнута так хорошо вот и можжевельниками и перовский тот тот вот маленькая гипсофила но она пока там совсем маленькая в следующем году я думаю она будет свести уже наконец многолетняя гипсофилка нотка перовский у меня есть вопросы мне кажется она не очень стабильно зимует у нас да нет нормально она зимует то есть здесь вот это вот растение сидела с прошлого года перенесло вот эту зиму ничем не укрывали нет и это как раз было из девяточки ага и вот это вот из девяточки да это из девяточки шикарно так выросло кресло столик пепельница да и именно мне кажется вот прекрасный тент на который отдельно стоит наверно обратить внимание потому что решение так мимо очень и такое нестандартное да тент мы предложили делать но вообще я очень люблю тенты использовать потому что они вносят такую расслабленную атмосферу юг отдых ну чтобы не напрягались люди когда приезжали на свою дачу отдыхать но потом у нас ленобласти погода часто изменчивая ну во-первых у нас стало много солнечных дней как ни странно и от солнца хочется спрятаться не только от дождя не только от дождя да вот кстати вот эту террасу мы расширили то есть вот здесь были ступени и нам пришлось это сделать потому что очень узкое место то есть ставить стол то есть минимум терраса должна быть где-то три метра то есть ну согласен чтобы могли люди с двух сторон сесть поставить стол да ну как бы по по законам таким архитектурному ты если был в петергофе ты был в петергофе там есть дорез марли он такой небольшой хорошую планку но терраса перед ним если ты знаешь она равна высоте дома самого и за счет этого ты когда находишься на этой террасе тебе не кажется что тебе мало места ты можешь посмотреть и увидеть весь дом целиком ну как бы хорошо готовы математическая формула мы кстати да еще раз повторю зрителям если вы строите находитесь вообще в строительстве не экономьте на террасах не экономьте высота дома равна ширине терраса ну и либо минимум три метра она должна быть для того чтобы вы могли поставить стол стулья и отойти сторону и не упасть с этой террасы ну то есть как бы это три метра это минимум который вот здесь не слишком много ступенек да хотела сказать что вот как бы с дорожками нам достались столбики под фонарики которые расположены в газоне вот это очень плохая такая идея располагать на проекте столбики в газоне потому что это неудобно косить не удобно ухаживать как бы есть я планировала это да то все вся подсветка ушла бы в этот цветник ну вот давай покажем да вот то есть вот эти вот столбики они должны были ли уходить в цветник или быть вмонтированной виски в дорожку есть светильники сейчас который потому что это просто шаг по газонокосилка до объезжать да это в уходе это очень неудобно неудобно не делать так вот это прям нельзя никогда так не делается никогда так не делаете да вот это такая как бы но с этим мы смирились потому что там ну тут выход какой до перенести освещение нельзя соно же так сделано а расширять дорожку тоже довольно пришлось бы все это выламывать во первых и кабель портить потому что он уже заложен там был и выведен бетонный но мы их обрезали чтобы потому что убрать эти плашки которые здоровые здесь еще было большое цементное основание да 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 она была огромная как бы выбрали светильники аккуратные чтобы они не сильно там бросались в глаза чтобы подсвечивали просто то что тебе необходимо все надеюсь что наши зрители нас слушали что тут выросло за год я так понимаю есть вот несколько каких-то у нас тут доминантных деревьев и кустарники суши прострел цветет да вот видите что творится на хотя у нас конец сентября вообще мне кажется прострел совершенно не должен сейчас вести нет это весенний цвет абсолютно нет наша осень такая теплая это не очень хорошо конечно потому что растения в принципе должны уже готовиться к зиме они вообще как бы ну то есть такая ремонтантность проявилась у некоторых растений в питомниках сейчас зацвели рододендроны повторно что тоже не есть хорошо для них потому что мы можем потому что значит они да не зацветут весной ну что давай немножечко залезем в цветник на глубь него и посмотрим что тут есть я смотрю у тебя здесь земляничник верещатник довольно таки много хвойных но не перегружен цветник хвойными не не перегружен потому что ну как бы можжевельники они имеют тенденцию до разрастаться и потом ты их должен как-то останавливать бесконечно обрезать вот я люблю очень почвопокровные растения вот один травянки прекрасно гвоздика травянка вообще безуходное растение безуходное растение лапчатка трое считаю вот очень мне нравится она цветет очень милыми такими белыми цветочками и создает ковер по которому ты можешь ходить совершенно спокойно то есть это не мешает зайти в цветник вот как это мы сейчас сделали если мы наступим на какой-то вот из травянистых многолетних ничего не случится да он от этого не погибнет слушать хотел тебя сразу спросить вот по поводу можжевельников последнее время последние зимы были у нас вот последняя зима конкретно такой очень сложный и вот скальные можжевельники у многих сильно пострадали не боишься ли ты сажать вот вообще такие же не боюсь потому что на этом участке вот этот можжевельники вот эти кстати три штуки это были растения одни из которые тут росли и мы их пересаживали пересаживали в жару и они вышли из зимы абсолютно не потеряв вообще в своем внешнем виде нисколько то есть это очень удивительно для меня потому что обычно это штука горит ну оказывалось что это растение уже проверено этом участке поэтому их можно смело оставлять здесь были мои нелюбимые барбарисы но пришлось их и мои подсадить да потому что они хорошо вписались вот в эту ржавую тему которая была здесь ну украшение ну то есть ты пришла не тоже сказала сейчас мы это все выкинем выкинем да то практически использовала все что было ничто не пропало саши скажет спекты то что у нас случилось все таки это вот первая зимовка первая зимовка да но за пихту я не очень переживаю потому что она хорошо обрастает ну вот да снизу видно что она уже управляются почки на от спала поэтому как бы ну сейчас вид у нее такой грустный но мы скажем просто тоже у многих и есть пик появились часы и корейский и люди переживают вот видя вот такой вот не она дает почки это не страшно не страна пик ты придется потерпеть какое-то время и и почистить вот со следующего года она будет нормальненькая вот я смотрю слушай ты вот мафы еще используешь модные карты на вы подслежники из карты на нет нет или это хозяйка это тоже это заказчица любит их и мы их просто расставили чтобы они вписались то есть это же было то есть не все-таки находит не не диктатор дизайне не идешь на компромисс нет видишь даже вот есть там это как ее зовут господи гортензия метельчатая плотная такая я не очень люблю эти толстые такие шапки вот моя любимая таки ушу например которая такая более воздушная покажем потому что про киушу интересно потому что действительно сейчас модно во всех садах вот такого натурального стиля который сейчас везде используется сейчас уже даже не могу как назвать то не новая волна а что это но натургарда натургарда да мы как обычно вижу меня смородина находится в посадках чтобы это не отводить для нее специальный сад то есть мы включаем просто растения ну и вот кто до сих пор да все таки те люди которые предпочитают плотно набитые шапки могут посмотреть насколько гортензия с плотно набитыми шапками и вот такого мотылькового вида вписываются удачнее в ландшафт мне кажется это да она изящна однозначно вырастает это довольно большой куст красивый такой не очень ровной формы пейзажный такой прям мне нравится она на сильно ну то есть даже если не надо переживать что это растение не впишется в ассад вот это растение впишется в любой любой готовы решение то есть тоже неплохо ну что пойдем посмотрим дальше что у тебя там есть интересного я вот впереди вижу какие-то очень интересные висящие конструкции пойдем тогда в сторону них и посмотрим и скажешь я смотрю тебя здесь везде сделан автополив да потому что здесь насыпная такая история потому что понимали участок и на отсыпали его песком и когда я не очень люблю использовать автополив а вот но если у нас пища одна основа то он нужен по крайней мере первые два года точно совершенно потому что иначе вы будете бегать со шлангами вот автополив как бы дает растением совершенно спокойно прижиться и расслабиться да и тем более здесь еще проблемы с водой то есть для того чтобы полить сад это поэтому было принято решение сделать все-таки автополив установили большой контейнер и у нас были большие проблемы когда мы сажали сад стояла жара и нам не хватало воды для полива то есть даже вызывали пожарную машину чтобы напомнить наполнить бак ну это серьезную проблему да и поэтому здесь есть автополив это все-таки экономия воды да пока он сейчас виден но в этом году решили не подсыпать мы мульчу потому что в следующем году сад почистится подрежется подкормится весной и тогда можно сделать уже свежую отсыпку чтобы не пропалывать много не работать ну понятно сейчас уже конец сентября поэтому поэтому как бы не стоит вкладывать сейчас деньги чтобы подсыпать все это подровнять вот но мульча в данном случае это помогает сократить я так понял да что здесь практически не ведется никакой не прополки но здесь вот я приезжала три раза за сезон для того чтобы прополоть и подкормить потому что сад молодой и по моему опыту и разумению нужно обязательно подкармливать как ребенка в первые годы жизни он требует больше внимания потом можно уже оставить это все мы потом три прополки за сезон и я считаю что я считаю что это не да да это можно назвать уже малоуходным садом пойдем это на мой взгляд да вполне да вообще мне кажется вот когда люди говорят о малоуходности это немножечко все-таки условно скажем так это относительно относительно ну конечно но здесь сведено к минимуму правда то есть вот это вот тот минимум малоуходности который принципе вообще возможен ну на участке мы немножко изменили рельеф потому что здесь была проблема в том что он подтапливается во первых вот когда идут весенние таяния снега здесь со всего этого массива идет вода и там как бы канава перекрыта соседом который засыпал и тут проблемы ну как это часто бывает да поэтому здесь была канава но мы ее засыпали убрали туда трубу чтобы она была скрытая и сохранить место и приподняли уровень его видно но он приподнял довольно сильно да чтобы во первых не страдали растения от замоканий вот и во вторых чтобы это плавно перешло вот в наш вот этот заимствованный пейзаж соседский там кусочек леса сохранен и маленький пруд этому здесь высажены ирисы трясунки здесь флокс растопыренный красиво очень цветет когда он такими сиреневыми облачками красивыми да и ирисы тоже выбраны в такой гамме персиково-мавандовой то есть соседский участок у нас использован как дополнительный такой элемент декора да 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 и его видно хорошо из окна ну то есть это очень такое получается как бы мы продлеваем свой участок но это все да все будет что мы сейчас смотрим это как бы вид с террасы основной из окон из главных ну что пойдем вот посмотрим на этот мне кажется очень необычный элемент дизайна ну это тогда я я тебе скажу сразу это напомнило какие-то советские санатории где пенсионеры сидят и играют в гигантские шахматы пионерский лагерь почему пионерский лагерь это мне напомнило но тут была проблема в том что мощение было сделано и здесь планировалась беседка ну так как мы сделали большую террасу и она стала активно использоваться то как бы в принципе незачем здесь было но здесь были у заказчиков есть дети две девочки такие активные спортивные они вот на батуте прыгают вот поэтому хотели сделать сначала здесь детский городок но вот по моим по моему опыту детскими городками дети ну как-то не пользуются не увлекаются вообще сейчас есть компьютеры приставки мне кажется дети играют в каких-то других местах да они какие-то дурацкие то есть это потратить деньги на то чтобы вот ну скажи ну девочки что играют в шахматы они играют шахматы в том-то и дело и дедушка им уже даже сделал вырезал деревянные шахматы гигантские вот они какие но тут довольно большие с тобой можем до показать на как это происходит тебе дать подушку вот да вот садятся двое и играют вот так а вот так вот прямо это прямо уже какая-то японская тема ну и вместо этого я предложила ну как бы площадку это убирать бессмысленно потому что у нас обрывается дорожка она ведет ну это же такие деньги потому что переделка да так не хочется использоваться что уже есть дорога и тогда на дорогу убирать дорога которая куда пришла поэтому здесь нужно было какую-то площадку делать то есть мы думали что ну деревянную террасу но смысл ну я предложила говорю давайте может нарисуем здесь просто шахматную доску а вот и за качество от точно здорово потому что девчонки играют шахматы прекрасно шикарная вещь об не бревна откуда такие взялись бревна мы привезли купили распилили поставили это что у нас за порода дерева это будет долговечно потому что выглядит пока что так это лиственница но она будет долгая то есть в принципе да из тех пород деревьев которые у нас произрастают наверно лиственница не менее десяти лет она прослужит а дальше там господи можно будет это их заменить не ну 10 лет это нормально срок службы для любой в принципе уличной скамеечки да вот ну и для девчонок еще предложила я гамаки подвесные я их видела они очень мне показались очень как бы прикольными ну что давай я можно я испытаю да можно можно смертельный номер это где девочки на наверно полегче и поменьше меня будут не на не выдерживаю не будет много позору подушечку все до свидания я куда-то нет в принципе разверните меня вот разверните меня сюда да в принципе это неплохо в принципе это неплохо в принципе мне кажется знаешь здесь можно и взрослому разместиться но он рассчитан да на на взрослого человека а то есть это вообще для взрослого человека а эти стойки заказывали отдельно делал их плотник специально потому что конструкции которые предлагались к этому гамаку но они такие какие-то не очень будешь здорово помоги меня отсюда вылезти я бы повесил немножечко повыше а это можно сделать повыше все а так это конечно суши прекрасно не только для детей мне кажется для и для взрослых да и они здесь очень любят проводить время в этом углу к ним приходят друзья лада это долго играющая история понял от пионерского лагеря до вот санатория для пожилых большевиков это может служить как детям и так и вообще людям любого возраста что мы еще в этом уголочке у тебя посмотрим но этот уголок это у нас вишня саржента обрезали довольно сильно чтобы она за закустилась следующем году но это у нас сакура это я понимаю дерево которое будет очень декоративно весной весной и осенью она очень красиво потому что она дает у нее листва очень яркая огненная такая вот ну так сейчас у нас осенью непонятно какая еще ну и вообще она прошлого года посадки я так понимаю да она еще пока что немножечко и не очень вора да вот на ее фоне вернее она на фоне и вы его божова она закроет в будущем весь этот угол и соседский дом данный в данном случае она закрывает окна соседского дома если ты смотришь из дом а ну что тоже в принципе довольно таки важно потому что хочется какого-то уединения ну и получается здесь этажность такая его закрывает саржента у нее будет большая крона а здесь они сейчас очень маленькие посажены цветные дернаны она винтур оранжево у них оранжевые такие красивые яркие оранжево-огненные ветви ну то есть вот в принципе такой довольно яркий угол то есть этот угол еще добавится краски здесь да потому что и хорошо это будет смотреться сизой листвой вот этого красавчика ивы и ванана и ванана я так понимаю еще разрастется вот здесь вот дармера потому что она тоже довольно таки высокая то есть это будет довольно такая большая на куртина больших таких тропических практически листьев да но летом было очень красиво цели дербин ники здесь и здесь кузе малости он тоже разрастется будет большим а вот еще жимолость да здесь сидит с ягодками то есть это и по и плодовую то есть дети еще смогут здесь не только покататься на и чего-то поклевать но в принципе у тебя везде посажены в цветниках и земляничка довези если что у меня пощипать я считаю что это прекрасно все же модно делать какие-то овощные клумбы у тебя в основном такие ягодные ягодные да потому что здесь брусничка здесь клюков клюковки нету правда может быть и есть я не знаю нет нет сейчас поищем ну и вот еще значит два таких гамака ограничивают детскую зону и вообще батут вкопанный намертво батут вкопанный да это мы очень любим его убирать вниз я люблю сильно потому что когда он стоит на этих ножках ужасных это конечно выглядеть ножки да так он выглядит и основательно я не знаю можно я не туда залезть можно можно и можно же все проверить да они пойдемте будем проверять я конечно предложил сделать это тебе ну ты еще пригодишься смертельный номер боже мой я честно тебе скажу никогда не прыгал на батутах ну сеня береги спину весело да сужи здорово вообще отлично мне нравится детская площадка мне очень нравится в этом саду мне нравятся эти кресла эти гамаки и этот батут здорово шахматная доска мы на него потратили два дня работы слушай ну в шахматы я к сожалению не играю признаться что 11-летние девочки это делают а я не девочки такие но никогда не поздно освоить суши я тут пока прыгал еще увидел еще какую-то красивую хвойная с шишками но это ель ель сербская на а ель сербская да а море когда и вот такие вот у нее темных шишечки тоже ей пока не очень хорошо тоже прошлого года посадка до прошлого года до ели немножко пострадали потому что тут конечно с песчаной почвы не очень хорошие такие условия для нее мы пока что даю первый год и не не самая далеко простая зима помогай мне что делать вынимай меня вынимаю я язык вини-пух застрял не нормально вот бетонный забор с этой стороны которые да слушай я смотрю вообще все виды забору значит сначала мы прошли вдоль 3d решетки потом там было кусок белого металлопрофиля который зарастет это соседский мы не можем его сломать теперь пошел достаточно пионер лагерский такой вот забор если не вообще лагерский ну я так понимаю что вообще бетон забор и изобрел архитектор он красивый ну что ты моего вот от мой советский архитектор возможно есть не но я знаю что сейчас бетона опять входит в моду и вообще но это лучше чем профиль профильный забор этот ужасный на мой взгляд лучше бетона ставить тем более здесь он зарастет здесь по высажено много кустарников они пока маленькие вот и они его в принципе почти закроют а он является хорошим фоном просто нейтральным таким бросаться в глаза да просто как бы какой-то вот такой вот серая линия здесь еще посадили мы бризу мою любимую вот эта травка мелкая такая она в этом году еще не давала колосков у нее очень красивые колоски такие дорожащие вот здесь вот лежит вера не каструм у нас и папоротники ну здесь много таких лесных растений которые которым опять же такие можно если понадобится пройти ничего страшного не случится не случится нас есть но здесь есть угол в котором у нас спрятан компостный ящик потому что все что здесь косится и срезается уходит туда для того чтобы потом можно было эту землю а вот за и вы я даже не сразу увидел то есть в принципе здесь вот еще такая история продумана не и здесь же есть потом огородик небольшой посмотрим и вот пока мы подошли слушай догорел очаг может подбросить туда огни думаешь ну тогда мы здесь и придется жарить шашлыки вот а мы тоже прекрасный второй раз мы снимаем у тебя сад вот с такими замечательными креслами довольно брутальными но очень удобными широкие подлокотники такая надежная спинка да они очень комфортные их в прошлом году заказал два года назад да мы делали сад в песках и владелец заказал себе эти кресла и мне не очень понравились тем что они такие надежные и расслабляющие очень удобные то есть до садишься и не хочется никуда и не бежать вот сушны вот этот очаг вот он вроде как и мне всегда казалось что такие очаги они довольно декоративные не очень утилитарные а вот тут я смотрю прям все еще не удобно сделано потому что есть вот такая вот столешница но я последнее время очень полюбила переносные эти очаги место стационарных всего ты можешь перенести в любое место первое во вторых ним есть вот эта эта штука это все отдельно можно купить там решетку гриль или вот эти столики на которые ты можешь поставить что-то там ну все сюда можно поставить и еду и напитки да да это очень удобно и выглядит он на вызов спасибо и выглядит он на этих ножках такой очень милый изящный современно да да очень современно и сочетается как бы с брутальными креслами такой брутальный очаг вот это вот прям это каменная плита да ну это искусные искусственные камни но все равно что такое еще надежный хороший ну и вот в принципе к тому мощению брутальному которое тебе досталось наследство брутальное оно как бы да да с этим тоже как-то перекликаются слушай ну вот здесь вот смотри здесь вот начинается у тебя немножечко другая уже история мы выходим как будто бы из леса на полянку да на опушку на опушку тут у нас вот опушка поляна да и опушка вокруг которая огорожена деревьями здесь много растений которые растут как раз на опушке таволга там за моей спиной колосится и уже такие мне более декоративные веники полосатые да здесь травы уже присутствуют веники и есть хорошая травка которая мне очень нравится полевичка вот видишь у нее такая листва красивая а вот вижу такие красные кончики листьев но у нее в этом году еще пока нет метелочек много достаточно так у нее розовые метелки красивые очень в общем трав у тебя довольно много здесь да ну да они приносят такую это живость и убирают статичность сада то есть трава это всегда красиво ну какой-то такой легкость движения возникает здесь использованы у нас тысячелистники которые цветут но они почти все лето цвели сменяя друг другу ну вот они до сих пор я вижу такие оранжевые еще до шалфеи дубравны ну и земляника земляника идет вот видишь она до сих ее уже по моему никто не собирает просто безобразие лесная земляника разных сортов тут и белые есть и красные и длинненькие какие хоть ну я смотрю да такая земляника она даже не ползет мне кажется да нет то есть это сортовая земляника которая не засорит потом весь цветник но она разрастается и сеется потихонечку но не так усов не дает главное вот что довольно ценно ну что давай что контролировать да посмотрим потому что надо вставать к сожалению идти дальше смотреть потому что дальше мы с опушки с опушки выходим уходим в гравийный сад гравийный сад там мы уходим в гравийный сад потому что какая-то была странная такая планировка здесь высаживать что-то крупное не хотелось ну так как я так помню что по плану старого предыдущего дизайнера здесь был газон опять же таки здесь был газон и здесь были какие-то фонтаны ну я не помню там честно говоря сильно что там было вот но заказчики изменили тут эту дорожку они сделали более прямой но вот этот угол остался то есть вот вот эта часть террасы я предложила ее увеличить и изначально там я предложила сделать бассейн но от бассейна отказались решили оставить просто широкую террасу на на ней кстати очень комфортно летом когда жара наступает но здесь смотри удачно очень ходит солнце да потому что здесь теневая зона и солнечная день сюда приходит и они выносят большие типов и такие удобные здесь можно читать книгу и отдыхать и очень мне нравится вот это вот мощение которое ты сделала здесь такое совершенно натуральное я терпеть не могу пошаговые дорожки различные где надо перешагивать через куски газона а вот здесь это во-первых выглядит более натурального вторых здесь как-то вот не надо ходить по как по зебре ну да здесь использованы песчаник обычный самый просто плиты крупноформатные взяты потому что они не так зарастают вижу здесь тимьяны и прочие штуки которые разрастаются вот но при этом плиты остаются открытыми то есть постепенно сад вид здесь сомкнется вот здесь была лаванда было больше конечно но лаванда так немножко капризно ведет себя то есть ну да мы все-таки на северо-западе ли но какие-то пустые остались кто-то выпал но даже то что осталось сейчас очень хорошо выглядит на мой взгляд нет очень красиво мне кажется да если бы реализовался твой проект с бассейном то здесь бы было такой немножечко как дикий пляж ну заросший типа до этого и хотелось чтобы можно было с террасы сходить не только по ступенькам ну и пройти так вот здесь пахнет хорошо конечно лавандой и когда флокс цветет вот это тоже второе мое любимое растение ну вот смотри пожалуйста вот цветет опять сюда почему тебе это видишь все здесь два даже флокса разных ну это я думаю что просто он по это помутировал немножко сам по себе удивительно нет очень приятное красивое такое место вот была у заказчика посажена овсяницы были и поэтому не захотелось добавить и мы их добавили довольно много и лаванды вот эти вот это сизы и к ней вижу это герань с ней очень красиво смотрится крова красная короче да это герань я тоже люблю слушай опять же таки ну вот весь дом окружен у тебя террасами и это конечно здорово то есть практически ну на любую погоду на любой случай на нашествие гостей всегда есть на улице много места где можно разместиться вместе мебель поставить стол посидеть но и террасу мы сделали деревянную это тоже до лиственница нет это сосна 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 покрыта маслом и курила вот но она довольно долго будет служить ничего с ней не будет потому что она проветривается снизу там есть на налогах лежит вот делали специальные лаги увеличивали закрывали ступени и делали ступени новые то есть мы расширяли здесь тоже террасу потому что она слишком узкая была на ступени исключительно комфортно до ступени это вот такая удобная есть формула кстати для ступени когда ты ступень берешь там 50 сантиметров если у тебя ступень под ступенок там 10 сантиметров то просто у тебя сама ступенька должна быть 40 сантиметров вот и как бы это такая хорошая формула для уличных ступеней формулы мы любим формулы даже я думаю нарисуем нет ну потому что это правда классно потому ну да просто это удобно когда у тебя там 15 сантиметров да то абсолютно просто по тебя уже 35 сантиметров и теперь легко очень посчитать как бы если тебе больше ступенек ты делаешь их выше но короче если у тебя она одна то она должна быть длинная чтобы ты на ней там не ну для этого для этого люди приглашают ландшафтное зоне потому что дадутся самостоятельно до этого невозможно это можно только знать ну да да строители очень любят там 15 сантиметров и 30 сантиметров там вопросы до крутых ступеней вот этих вот крылечек не очень удобных некомфортных он довольно таки важен потому что ты по ним ходишь каждый день да конечно просто залили бетоном террасу на которой невозможно пользоваться и не разобрать и что с ней делать вот мы там придумывали конструкцию чтобы перекрыть это все и расширить то есть это вот лишняя такая головная боль и слушай и 3 или 4 я уже сбился тип забора до который мы тут видим вообще мой самый любимый просто шикарная красивая пергола ну и мы так подошли к самому последнему углу участка видишь ты говоришь 20 суток а участок получился такой вроде небольшой и компактный я даже подумал что здесь гораздо меньше но тут ну в общем вернем сюда к вот этому вот красивому дереву которое здесь стоит мне кажется что это прям вот чуть ли не главная достопримечательность участка да это красивая штука это яблоня сформированная шпалеры это летний сорт медовая на ней было в этом году очень много плодов и я рада что она хорошо перенесла эту весну и возвратные заморозки она не пострадала и не побилась для нее мы построили шпалеру чтобы ветви продолжить и чтобы она закрыла бы всю террасу полностью то есть как бы живая стена такая была когда она весной цветет это очень красиво когда на ней яблоки висят это еще очень вкусно еще очень вкусно да ну и она такая сделает уединение ну мне кажется очень оригинальная такая красивая история тем более что это вот является прям стеной большой террасы да ну и мне очень нравится такие вещи в саду когда из деревьев делают живые заборы это красиво здорово и света и будет хватать потому что это прямо южная страна и отлично здесь вот ну и да хотел я еще раз похвалить конечно вот любимые вот эти вот мои пергольные решетки не знаю насколько эта история бюджетная и простая но смотрится конечно очень примерно как тот тент она стоит так тот тент стоит дорого да да но в общем эта решетка была предложена чтобы закрыть соседский забор который сделан из профнастила коричневого цвета мы все ненавидим металлопрофиль поэтому по сравнению с ним цементный забор это украшение металлопрофиль да если у вас есть выбор ставьте либо ответ если вам надо закрыть до какой-то из заборов то закрывайте металлопрофильный металлопрофиль не ставьте но это вообще ужасно конечно он выглядит да вещь к сожалению иногда это просто ставят соседи и тебе приходится делать второй забор да да и мы поставили до параллельно шпалеры и в следующем году тут подсадится княжики ой не княжики клематисы ну то есть ну понятно что вот эта вот пергольная решетка она еще будет украшена каким-то красивыми цветущими лианами пока там сидит только у нас один куст розы которая будет поделиться я так понимаю совсем молодой ему еще надо два года где-то чтобы он подрос и тогда он будет красивый ну что я предлагаю наши ролик завершить на огороде потому что как мы выяснили здесь компостом как как правило когда есть компост есть и огород это как бы да по пойдем посмотрим что растет на огороде может там тоже есть чем поживиться ладно слушай ну вот я хочу сказать это то к чему я хочу прийти у себя в саду как можно меньше сократить огород оставив теплицу и вот буквально несколько грядочек тут совсем небольшой уголок но на нем в принципе есть все что надо грядочки с клубникой грядочка для зелени укропчик лучок и вот там даже какие-то хозяйка так понимают комнатные цветы пристроила на на летнюю дачу тоже на летнюю дачу отдыхают ну поскольку здесь люди живут не редко они очень много работают поэтому здесь мог бы то что хотела заказчица она посадила клубнику клубника в хорошем состоянии таком ну и немножко зелени скажи вот такие вот эти вот ящички они их содержать вообще они в них автополив есть или что нет 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 ничего не высыхает ли вот в таких высоких насыпных грядках грунт нет не высыхает делается не просто здесь доска то есть это просто вот так которая покрыта защитным до маслом либо ничего там под низ не утепляется ничего просто насыпан грунт не снизу вниз мы бросили ветки какие были там для того чтобы они перед ну как обычно куда органику мусор какой-то органический и все здесь есть кран в газоне он спрятан для того чтобы полить потому что микро до достал кран полил шланг подключил и полил все жду я полил огород сделал лючок он видишь маленький закрыт потому что автополив в грядках он как бы не обычно не очень хорош то есть если у тебя большие грядки огромные там ну да промышленные тогда он нужен на такие маленькие нет обычно его даже потом снимают что это не очень удобно ну слушаю все да это я думаю что все что мы хотели показать в этом замечательном саду где мне кажется все очень продумано комфортно красиво удобно и я думаю что нашим зрителям подчеркнуть здесь довольно много интересных идей для себя ну и опять же таки я считаю оценят вклад настоящего профессионала ландшафтник который может внести но если вы пригласить его на вашу дачу снята ён sixty are you and 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 Субтитры подогнал «Симон»